Яркий пример того, что поэзия сближает, ну не только поэтов, но и людей. Вот, допустим, Толматова сегодня прочитала нам Пушкина сожжённое письмо. Вот у меня, видите, написано «Перечок». Я его тоже готовил. То есть мы где-то с вами родственные души. То же самое, как и Рыгинко. Он прочитал «Христос воскрес», а у меня на это было моё сихотворение. Я хочу просто немножко добавить к вашему, только без обиды. Сихотворение «Сожжённое письмо» было написано Пушкиным в 1825 году. В то время он находился в Михайловской ссылке. Оно посвящено Елизавете Воронцовой, с которой он познакомился в 1823 году в Одессе. Ещё свежи были следы их запретной любви. Елизавета Ксаверьевна, отчество её такое, была замужней женщиной, и поэтому всегда велела Пушкину сжигать её письма. Эта традиция послужила названием для стихотворения и положила основу в данное стихотворение, которое вы прочитали. А я готовил со своей стороны «Сожжённое письмо», а у меня называется «Я сжигаю письмо». «Я сжигаю письмо», адресат вышла выгодно замуж. Душа может забыть, отлюбить и во сне отдохнуть. Душе много дано и смиренное выдохнуть. Да уж, нежно вытянуть нить и рубаху. Пошли вы рвануть. Я сжигаю письмо, сколько было подобных историй. Пламя лижет слова, и без строк сокровенную мысль. Приоткрыто окно. И устроенный мной крематорий боль души и права поднимает задумчиво ввысь. Улетают с дымком, уповая на лучшую встречу, а не мевший восторг и желание вечно любить. Образ тот, что тайком ты, собрав свои чувства навече, вдохновил, видит Бог, быть святым и чарующим быть. Вот письмо догорит, пепел я из окошка развею, Утром зорька взойдет, постараюсь забыться, уснуть. Пепел в вечность летит, и надежная Кассиопея W повернет, буквой М освещая мой путь.